В ГИК ГИТИС МХАТ Студенты лучших театральных вузов страны приехали в Крым. Такого на полуострове еще не было. Мы с вами на первом открытом фестивале студенческого искусства «Сцена молодость в Крым». Арина Владимировна, ну такого в Крыму еще не было. Это лучшие вузы страны. Как удалось собрать их в одном месте, всех этих невероятных людей, организовать такое событие? Я очень благодарна ректору ВГИКа, моему близкому другу Владимиру Сергеевичу Малышеву. Мы с ним вместе задумали это сделать, а Сергей Валерьевич нас поддержал и дал нам на это денег. Поэтому в рамках года театра первый открытый фестиваль, я убеждена, что следующий год это все российские, будет театральный фестиваль. Привезли классные спектакли, лучшие вузы страны, я счастлива. Вы помните себя в студенческие годы? Было ли у вас желание стать актрисой? Потому что у вас для этого есть все данные. Нет, я, к сожалению, занималась из всех видов искусств самым тяжелым. Я пианистка, вы знаете, и я сидела по 8 часов за инструментом. Желания стать актрисой? Нет, наверное, не было. Ну вот среди ваших друзей, знакомых очень много действительно театральных деятелей и киношных деятелей в том числе. Были такие предложения? Потому что мне кажется, что вам, как эффектной женщине, должны такие предлагать роли. Нет, нет, не поступало предложений таких. Наверное, знают, потому что я обязательно откажусь. У меня другая работа, другое призвание. Мое призвание сделать так, чтобы крымчанам, особенно нашим творческим студентам, знаете, было гордо, чтобы они могли, не выезжая из Крыма, видеть лучшее, что есть в нашей стране. Если бы вы могли сыграть кого-то в кино, может быть, кто бы это мог быть, на ваш взгляд? Кто вам нравится? Какие актрисы ваши любимые и женские роли в кино? Я люблю старое кино, старое советское кино. Мне очень нравится Лина Быстрицкая, мне нравится Нона Мордякова, мне нравится и Зольда Извицкая. Ну, это актрисы, на которых я хотела бы быть похожа. А вообще, если роль, то только сильного человека с высокими идеями. Саму себя, в общем. Спасибо вам большое за композицию. Ваши впечатления, впервые ли вы в Крыму и конкретно этот фестиваль, какие уже вызывают эмоции у вас? Нет, я был в Крыму, когда я был маленький. Каждый год моя мама вывозила меня в Крым на весенние каникулы. Мы жили не очень богато, поэтому выезжали на весенние каникулы подышать воздухом. Вот, плавать, поэтому я так и не научился. А где отдыхали, в какой части Крыма? В Гурзуфе. Это очень хорошее место. Да, в прошлом году я был в Крыму на финале «Живого слова» в Артеке. Я был в жюри, и в этом году с этим проектом вместе мы проводим региональные прослушивания ГИТИСа. Я не знаю, было ли прослушивание в Крыму, но 30 регионов мы делаем. И это, я надеюсь, будет обязательно и в Крыму тоже в следующем году, если в этом году не было. Потому что это очень важный для ГИТИСа такой, в том числе и социальный проект, чтобы абитуриенты, которые очень часто растут в не самых богатых семьях, чтобы мне надо было тратить деньги на первый тур, чтобы не Магомед шел к горе, а наоборот гора шла к Магомеду. А среди зрителей очень много студентов, но подавляющее большинство сегодня студентов. Я надеюсь, что для меня это тоже одна из целей, чтобы студенты нашего института, у нас же 8 факультетов, познакомились между собой. Потому что иногда они могут проучиться все 4 года и ни разу не увидеть студентов другого факультета у нас на разных площадках. А здесь еще счастливая возможность познакомиться с студентами в ГИК, например. Потому что какой-нибудь замечательный режиссер увидит какую-нибудь нашу замечательную девушку, полюбит ее, женится и будет потом снимать всю жизнь, как Александров, Любовь Орлову. Любовь Орлова, кстати, была выпускницей ГИТСа. А есть ли какое-то ограничение для студентов? Понятно, что по возрасту. Поздно ли стать актером? Нет, по конституции нет. Естественно, есть, скажем так, сложившиеся за десятилетия традиции. Но, скажем, моя приятница, известная в прошлом телеведущей, она вела программу «Время» на протяжении многих лет, Александра Буратаева. Она вдруг в какой-то момент решила, что ей надо получить какую-нибудь профессию. То есть она позвонила, ну, что, конечно, в Лос-Анджелес сразу, в актерскую школу и говорит, вот, хотела бы стать актрисой. Но я старая. И ей говорит, сколько вам лет? Она говорит, 52. Ну, ей говорит, да у нас тут 83-х лет, дедушка бегает, ничего. Поэтому мир меняется. И в этом году, например, впервые, впервые, насколько я понимаю, за всю историю мы на подготовительные курсы приняли женщину, по-моему, ей 45 или 46 лет. Я не знаю, будет она поступать или нет, но я думаю, что в этом нужно от каких-то стереотипов тоже отказываться. Все возможно. И на театронические факультеты, на продюсерские к нам уже стали поступать часто 40-45-летние студентки. Поэтому может все изменится и в актерской профессии. Не надо никогда на себе ставить крест. Фестиваль «Сцена молодости Крым» проходит в течение недели. Сегодня свой спектакль под названием «Чушь. Оставь его!» представляют студенты школы-студии МХАТ. Ну что, пойдем познакомимся с начинающими звездами. Из города на подводе приехал фотограф. И приехал не просто так, а по делу фотографировать. И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд. Алчащий быть уяковеченным. А нас, учащийся в астанской школе! А, здравствуйте, меня зовут Пелин Гериш. Как? Пелин. Пелин? Имя такое? Да, да. Какой красивый. Первый раз такое. А что оно означает? Оно означает какой-то цветок. Очень красивое имя. Это русское имя? Нет, это турецкое имя. У меня папа турок. Слушайте, здорово. Можно отдельно про вас программу снимать. Расскажите, как вам ваша роль в спектакле? Необычный? Мне кажется, самое сложное найти материал, который у тебя попадет. Который заставит тебя что-то чувствовать и переживать. И когда ты такой материал находишь, тебе уже не важно как, тебе главное что, и ты ему полностью отдаешься. Тебе уже не страшно, потому что у тебя есть главная цель, ради чего ты это делаешь. Поэтому как-то так. Вы играли эту женщину Шуру, да? Это было потрясающе просто. Просто вы как будто бы действительно наверх постарели лет на 40. Сколько вам по-настоящему лет? 21. А как вы работали на произношении? Вот как, можете еще раз повторить, как вы говорили, разговаривали? Тура, Тура, Тура. Вот так. Это женщина глухая, правильно? Она глухонемая, да. Я просто когда училась на первом курсе, я увидела, я села в метро и со мной пытался заговорить глухонемой мужчина. Ну, видимо, он был еродивым. У меня было плохое настроение, и он пытался мне объяснить, что мне нужно приехать домой и лечь в ванную. Обязательно должна быть теплая ванна. И я его вспомнила, и увидела, как люди на него все смотрят. И меня так попало. Мне показалось, что ему так одиноко, и при этом так хочет общаться. И это как-то очень трогательно было. Ну, браво. Вы большая молодец. Это было круто. Спасибо большое. Спасибо. Я вам в просторном пиджаке. Меня зовут Канисевич Ванда. Боже мой. Набор интересных имен. Мне кажется, вам в МХАТ набирают исключительно по имени. По имени, да, конечно, да. Только по имени. Я шучу. Нет, конечно же, благодаря вашему необыкновенному таланту. Вы откуда? Вы из Москвы? Я из Москвы, да. Вы из Москвы. Москвичка. Как вам было играть, вот, провинциального жителя? Ай, интересно, потрясающе, невероятно. Но очень сильно помогла наша поездка в Красноярск. Эта поездка дала какое-то понимание того, что происходит там с людьми. Что с ними случается, когда ты слышишь этот воздух, когда ты видишь этот снег, горы, когда ты на этой дикой природе, в тебя просыпается что-то такое тоже дикое, первобытное, да, демоническое что-то. Ну, серьезно. И вдруг, ну, какой-то дух этих людей ты начинаешь понимать. Как вам в Крыму? Вы первый раз в Крыму? Я не первый раз в Крыму. Потрясающе. Я очень люблю Крым. Есть любимые места? Да, Ялта. Ялта, пригород Ялты, вот, и Лисья-бухта, это пляж на диске. Все понятно, где можно встретить красивых актрисам Мухата, ну, на диском пляже в Крыму. Первого июня на сцене театра «Золотой ключик» позитивный яркий спектакль по произведению Джани Радари «Сны Джованнина». Каждый юный артист и есть тот самый Джованнина, неунывающий путешественник по своим вымышленным странам. Настолько красочно юные герои фантазируют о сказочных странах, что зрители вмиг переносятся в мир сладких детских грез и снов. Начало в 11.00. Второго июня на этой же сцене спектакль «Летучий корабль». В постановке есть все, что так дорого зрителям. Сказочное царство государства, милые сердцу героя, красочные декорации, стилизованные костюмы и много народной музыки. Все, как и положено в русской сказке. Начало спектакля в 16.00. Второго июня на сцене Севастопольского театра имени Луначарского «Мир города Мордасова» созданы из образов гения русской литературы Федора Михайловича Достоевского. Московский режиссер Василий Сенин предлагает свое захватывающее прочтение романа «Дядюшкин сон». Начало спектакля в 18.30. Четвертого июня на этой же сцене спектакль по одному из самых загадочных произведений русской литературы «Мастер Маргарита». Атмосфера постановки полностью передает мир книжного романа. Здесь знакомые каждому образы и любимые герои рассказывают историю о вечной любви. Начало спектакля в 18.30. 6 июня в Симферополе спектакль с участием блистательных российских актеров Мариной Александровой и Игоря Петренко. «Триумфальная арка» – один из самых ярких и эпохальных романов Эриха Марии Ремарка, невероятным образом предвосхитил многие события в реальном будущем. А еще это высокая и волнующая история любви накануне больших трагических потрясений в мире. Начало спектакля в 19.00. Симферополе